МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите информационную программу подробностей на канале телевидения Надымских газовиков в студии Ярослава Кондрякова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Главное событие года в Газпроме – годовое общее собрание акционеров. Подготовка к нему началась. Безопасность в быту и на производстве. Исследовательские проекты на эту тему представили и защитили ученики Газпром-класса. Газпром-добыча Надым начал подготовку к общему годовому собранию акционеров Газпрома, которое состоится 30 июня в Москве. На днях в обществе вышел приказ о создании специальной комиссии, которая отвечает за организацию этой работы. Это первый шаг. Второй – создание аналогичных комиссий в каждом из филиалов предприятия. Информирование и консолидация голосов акционеров – главное в этом деле. У акционеров компании есть право не только получать дивиденды, но и принимать участие в общем годовом собрании. В принципе, любой держатель даже одной акции может, предварительно зарегистрировавшись, приехать на собрание в Москву. Вот только повлиять на принятие каких-либо важных решений с одной акции он не сможет. В настоящее время число акций Газпрома превышает 23,5 миллиарда. Оформляя доверенности и консолидируя голоса своему полномочному представителю, можно стать весомым участником главного корпоративного события года – общего собрания акционеров Газпрома. Ведь собрание – это не только подведение итогов деятельности газовой компании в целом и отчет перед акционерами о проделанной работе, но и возможность обсудить программу развития на ближайшую отдаленную перспективу, наметить основные пути ее достижения. Телефон горячей линии уже доступен для акционеров. Об одной из перспектив развития полуострова Ямал. От Баваненкова до Сабетты будет построена железная дорога. К работам приступят в 2017 году. Проектная документация готова, а до конца текущего года специалисты подготовят уже рабочую документацию. Об этом губернатор Ямал-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин заявил во время традиционной беседы с главными редакторами региональных средств массовой информации. Продолжаем выпуск. Выйти на новый виток личного профессионального развития. Работников «Газпром. Добыча на дым» проверили с помощью специальных психологических методик. Асессмент-центр – наиболее точный и эффективный способ оценки деловых и личностных качеств работников, особенно управленцев. В компании считают, сформировать кадровый резерв сегодня – значит обеспечить компанию надежными сотрудниками завтра. За несколько дней каждый из восьми резервистов выполнил примерно десяток упражнений. Были и дискуссии, в которых проверялось умение взаимодействовать с коллективом и способность противостоять ему, и упражнения, связанные с аналитикой системным мышлением. Личностные и поведенческие особенности резервистов оценивали эксперты. Мы понимаем степень выраженности компетенции, мы понимаем, чего человеку не достает, какие зоны развития у него есть. Мы можем легче спланировать обучение, соответственно, мы можем легче спланировать деньги. У нас есть более четкие критерии, по которым мы сможем оценить, достиг ли он или не достиг степени развития после обучения. Под каждого мы подбираем те программы в результате, которые четко позволят ему выйти на новый виток личного и профессионального развития. С заботой не только о профессиональном развитии, но и сохранении здоровья. Работникам «Газпромдобыча на дым» еще раз напомнили, что предлагают высокие медицинские технологии. С недавних пор более 90% сотрудников компаний стали участниками уникальной программы индивидуального добровольного медицинского страхования «Высокие медицинские технологии». Стоимость участия – 5000 в год. Но в случае возникновения серьезного заболевания страховая компания может оказать высокотехнологичную медицинскую помощь на миллион рублей. Так, в 2015 году 284 человека смогли воспользоваться этой страховкой. На их лечение было направлено более 30 миллионов рублей. Мы постоянно анализируем те обращения, которые поступают к нам, к нашим специалистам по тем или иным заболеваниям, которые не являлись страховым случаем. Мы очень хорошо и тесно работаем с вашей медсанчастью «Газпромдобыча на дым». И тоже оттуда поступает информация, с какими заболеваниями обращаются наши сотрудники. Вот было принято решение программу нашу расширить и дополнить. В 2015 году мы дополнили ее только последним пунктом. Если посмотрите, это эндовенозная лазерная коагуляция. Называется группа заболеваний. Ну, касается, если своими словами, что-то проблемы, связанные с венами. Несомненно, важным преимуществом программы «Высокие медицинские технологии» является то, что застраховаться по ней могут не только сотрудники предприятия, но и члены их семей. Полис и ДМС можно оформить на год. Безопасность в быту и на производстве. На эту тему отстаивали свои исследовательские проекты, возможно, будущие газовики. Это первая защита работ учеников «Газпром-класса». Она проходила в рамках конкурса ступеней, объявленного «Большим Газпромом» и посвященного Году охране труда. Подробности в сюжете. Долгая исследовательская работа позади. Сегодня эти пятеро школьников хотели бы стоять на страже безопасности жизни и здоровья людей, на работе и в быту. Но пока только теоретически. Их доклады на важные темы, как призыв проявить бдительность и не забывать о собственном здоровье. Я постараюсь привлечь внимание тем, что все-таки много людей погибает на производстве. Я разработала, предложу методы разрешения этих проблем. Например, почаще проводить проверки, штатные и нештатные. Еще также множество людей умирает просто из-за того, что им не успели оказать первую медицинскую помощь. И мне кажется, что обязательно нужно обучать всех работников оказывать ее. В чем тепло, комфортно и, главное, безопасно? Какой должна быть спецодежда для тех, кто трудится в суровом климате на производстве? Эта тема давно волнует Александру Фатееву. Потому что спецодежда предназначена для защиты человека от травм на опасных объектах. Поэтому, да, это важно для человека, для рабочего в первую очередь. Было проведено анкетирование среди работников общества и выявлены основные недостатки, основные настоянства спецодежды, которые представлены сейчас. Самообразование, работа с информацией, проявление коммуникативных навыков – то, чему способствует работа над научными проектами. Преподаватели «Газпром-класса» всячески поддерживают творческий потенциал будущих специалистов. Сейчас очень важно заниматься научно-исследовательской деятельностью, в том числе по проектированию своих разработок и наработок. Потому что мы готовим кадровый резерв для предприятий в категории инженера. Чтобы ребята познакомились с проектом, с исследовательской работой, конечно, начинать это надо на школьной скамье. Охрана труда и здоровья – обеспечение безопасных условий в основе всех действий «Газпром-добыча на дым». В первую очередь это позволяет сохранить жизнь работников. Поэтому знания, которые приобрели эти ребята при подготовке своих работ, обязательно пригодятся им и в жизни, и на производстве. То, что сейчас ребята, учащиеся в 10 классах этой тематикой, мы их привлекаем, они в этом заинтересованы. Мы тем самым, скажем так, для нашего предприятия делаем небольшой задел, чтобы дети уже с этого периода, с этого возраста уже начинают понимать особую необходимость данных мероприятий. И получая знания, которые они в пересеке будут использовать. Автор лучшего проекта, а им признана Юлия Ревудская, поедет в Москву для участия в очном туре конкурса. Ярослава Кондрякова, Олег Зубко, телевидение общества «Газпром-добыча на дым». 45 лет – наш общий праздник. Нас радуют наши отклики, наш призыв рассказать о своих замечательных коллегах, сотрудниках или просто интересных людях, работающих в «Газпром-добыча на дым». Герой нашего следующего сюжета – следственный ремонтник управления аварийно-восстановительных работ Сергей Глушков. Он выбрал рабочую профессию в 1980 году и остается ей верен. Он не устает еще раз объяснить, показать, напомнить. Чтобы подогнать детали по размерам, нужен точный расчет в миллиметрах. Ученики слесаря-ремонтника Сергея Глушкова уже стали его коллегами. Только до уровня Сергея Ивановича, настоящего мастера своего дела, пока далеко. «Уже работает он 34 года, по-моему, если я не ошибаюсь. Хочу быть таким же специалистом, как он. Знать все в этом предприятии, каждое оборудование, каждую детальку». «Кто хочет, тот будет учиться и идти вперед, совершенствоваться. Кто не хочет, тот не задерживается». Удивительный человек и великолепный специалист. Так отзываются о нем коллеги. В ремонтной службе ОАВР Сергей Иванович возглавляет бригаду слесарей-ремонтников. С удовольствием берется за самые сложные поручения. Как старший наставник, учит молодежь всему, что знает сам. Ведь ремонт и наладка технологического оборудования, как и техники вообще, для него всегда занятия захватывающие и увлекательные. «Знаете, я пришел учеником после школы. Я уже умел водить автомобиль. У меня была лодка с мотором своя. И был мотоцикл. Так что техники всегда тянуло. Ну и, в общем-то, как механики, они каждый день учатся. Всю жизнь. Какой бы механизм ни разбирал, или узел, или агрегат, каждый раз что-то новое открываешь». «Многое хорошее и лучшее он взял, конечно, и от своих наставников предыдущих, и стараясь за все эти качества теперь передать более молодым рабочим, которые приходят к нам. А их очень много у нас теперь». Любимые работы он изменил только раз. Вынужденно. Когда надо было пройти службу в армии. После трех лет в военно-морском флоте на Камчатке вернулся на родное предприятие. И вот уже 33 года в этой профессии. Для него оборудование – как живой организм. Ему, как врачу, нужно быть внимательным и хорошо знать любое устройство. «Каждый раз логическое мышление. То есть выстраиваешься на стройку, допустим, агрегатов, узлов, все по цепочке. Это как часы. И эта звена не будет работать». Около десяти рационализаторских предложений Сергея Ивановича заметно улучшили работу ремонтной службы. Ускорили выход оборудования из цеха на промыслы. Какую бы задачу ни ставило руководство, Лужков подходит к ее решению ответственно. Помнит сам и учит других. Внимательность должна быть на первом месте. «Краны управляемые с пола, оборудование токарное, фрезерное – это все вращающиеся, стружка, соответственно. В исправном состоянии инструмент, в первую очередь. Потому что руки твои, беречь нужно». Обычный фонарик – его незаменимый помощник. Есть такие узлы и агрегаты, которые нужно подсветить, проверить соединения, вовремя запустить новое оборудование, выдать срок нужные для газодобытчиков детали, чтобы огромный механизм «Газпромдобыча на дым» работал как точные часы. Светлана Тусида, Олег Зубко, Сергей Черков, телевидение «Общество», «Газпромдобыча на дым». Напомню, назвать имя героя нашего следующего сюжета вы можете сами. Звоните, пишите. Мы всегда на связи и готовы к сотрудничеству. Жизнерадостные, веселые, молодые душой – это ветераны, неработающие пенсионеры «Газпромдобыча на дым». На вечере отдыха в Доме культуры Прометей, честь весны, они с благодарностью говорят – главное, что нас не забывают. У многих за плечами солидный стаж – около 40 лет, а в среднем – более двух десятков. Старшему поколению есть что вспомнить, рассказать друг другу, передать свои знания молодежи. На предприятии действует совет ветеранов. Одни пишут книги, другие посвящают себя внукам, и все наслаждаются заслуженным отдыхом. А находиться в кругу друзей, в уютной обстановке – всегда приятно. Суровые были дни, конечно, ну и закалили нас. Сейчас молодые были, как-то не мерзли. Сейчас выскочишь с 30 градусов на улице и мерзнешь. Наверное, годы, годы. Настроение хорошее. Встречаем тут друзей своих, коллег, с которыми работали, встречаемся. Далее в программе. Ненецкие забавы и национальный колорит. На дым готов встретить участников традиционных соревнований оленеводов по национальным видам спорта. И спорт, и отдых. Работники «Газпромдобыча на дым» умеют не только работать хорошо, но и отдыхать с пользой. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Ненецкие забавы и национальный колорит. На дым готов встретить участников традиционных соревнований оленеводов по национальным видам спорта. Уже завтра на бульваре Стрижова состоится открытие праздника и начнутся первые состязания. А вот для того, чтобы все прошло на самом высоком уровне, многим в городе пришлось хорошо потрудиться. Светлана Тусида узнала о вкладе надымских газовиков в проведение Дня оленевода. В конце февраля, в период отепели, здесь, на шестом километре от города, прошла гусеничная техника именно на этой площадке, чтобы утрамбовать снег. Видите, вот я и не проваливаюсь. А сейчас работает универсальная дорожная машина, чтобы сделать покрытие плотным. Подготовкой этой площадки по давней традиции занимаются транспортники «Газпромдобыча на дым». Завершающий штрих длится весь день перед приездом тундровиков, чтобы уплотнить и разровнять снег. Чумы появятся в 100 метрах от площадки, а прямо здесь поставят гостевую палатку и передвижную электростанцию. Отдельное место отведено под автостоянку. На шестом километре этого участка четыре филиала задействованы. В первую очередь УТТ, это выделение транспорта для подготовки самой, как вы сейчас видите, готовим саму площадку. Потом УИВП, ИТЦ и НГДУ. Еще одна добрая традиция живет в управлении аварийно-восстановительных работ. Легкие, жестяные печки для кочевников. Здесь мастерят уже много лет. В этом году их семь. Все соединения в форме жестяных швов и замков. Практически нет сварки, из-за чего изделия легче. Мы стараемся по просьбе заказчиков, если даже сжатые сроки, допустим, не два специалиста поставить на эту работу, а четыре, пять. То есть, чтобы максимально быстро это все изготовить и чтобы заказчик остался доволен. Не просто снегоход «Ямаха», а специальный приз генерального директора «Газпромдобыча на дым». Об этом расскажут на клейте в корпоративном стиле. Или, как говорят художники, шаблоны из специальной пленки. Первые снегоходы, насколько я помню, мы чуть ли не на колени вырезали какие-то снежинки. Там и воздушные шары были, и бантики, и все что угодно. Сейчас вот благодаря корову и Людмиле все это мы у нас вырезаем на плотере. Свою лепту в проведение Дня оленевода вносят и связисты. О своей задаче они говорят так. Мы дарим праздничный настрой. С утра на бульваре Стрижова зазвучит музыка. Значит, специалисты лаборатории связи уже на месте. Генеральная репетиция происходит за пару дней. Именно непосредственно выезд. А до этого планируются все действия. Проверка аппаратуры. Именно какой. Это звукоусиливающий, ретранслирующий. Ну, то есть, обычные динамики, так скажем, колонки. Традиционно предприятие берет на себя часть расходов по проживанию участников соревнований, формированию призового фонда, предоставлению транспорта и дарит заряд бодрости и отличного настроения, о котором, как всегда, побеспокоятся творческие коллективы Дома культуры Прометей. Силы, средства, людям. Газпром Добыча на дым оказывает самую разную помощь в проведении соревнований. К примеру, уже много лет судьей в состязаниях выступает работник детского сада «Солнышко» Надежда Недовесова. Сегодня Надежда Петровна у нас в гостях. Здравствуйте, Надежда Петровна. Надежда Петровна, сколько лет вы принимаете участие в судействе? Я работаю в этих соревнованиях уже с самых первых. То есть вот нынче будут уже 21 соревнования оленеводов. И 21 год вы работаете, а как вообще стали судьей? Я стала судьей, значит, первое самое соревнование еще тогда проводил Надым Газпром. И нас, как я работала в Олимпе тренером, нас пригласили тоже помогать судить. И тогда вот нам первый самый судья был, Езенге Хотяко Мейкович, и он нам многому нас научил. Он нам подсказал нюансы вот этих соревнований, каких-то, которых мы еще тогда не знали. Вот. И объяснил все, показал, как и что. И, в общем, мы начали судить. Сначала в каких-то видах принимали участие, но сейчас я уже очень много лет работаю, и у меня уже свои виды, которые конкретно я, на которых стою и сужу эти соревнования. В каких видах? Я, мои, это лыжная эстафета, потому что я сама лыжница, я много лет занималась лыжным спортом и закончила институт именно по специализации лыжные гонки. Вот. Это мой вид, и я очень люблю этот вид. Он очень красочный, он очень такой интересный. Эстафета, она всегда очень проходит так интересно, эмоционально. Вот. Потом второй вид у меня – это метание тензиана на хореи. Тоже очень интересный вид сам по себе. Вот. Тоже приходится учитывать разные нюансы здесь, правила, объяснять участникам. Вот. И третий вид – это прыжки, тройной национальный прыжок. Вот эти виды вы выбрали сами для себя? Ну, лыжные гонки как бы я выбрала сразу сама. А вот метание тензиана на хореи и тройной национальный прыжок – это уже как бы мне вот как-то так поручили, можно сказать. Вот. Потому что 10 лет я работала тренером в детской и юношеской спортивной школе. Вот. И мы всегда судили эти соревнования. А сейчас я уже работаю в детском саду «Солнышко». И как-то уже по старой традиции меня всегда приглашают на эти соревнования. Вот. В качестве главного судьи. Надежда Петровна, а вы сами переживаете за участников? Да, конечно, переживаю. Мне очень нравятся эти соревнования. Я всегда с удовольствием, вот с таким вот настроением всегда жду их и всегда прихожу. Мы многих знаем уже. Знаете, вот как бы я раз уже столько лет работаю, тогда дети были еще, они приезжали с родителями. Сейчас они уже участники. Вот я знала, еще студентом был Саратета Владислав. Он еще студентом приезжал. У нас всегда много соревнований выигрывал. Столько медалей завоевывал. Сейчас он уже представитель команды, он уже взрослый человек. Но он все равно участник, еще продолжает участвовать. И как бы вот уже на протяжении 20 лет вот знаешь этих людей. И как-то очень даже вот меня многие знают, всегда здороваются и по имени даже знают. Как-то вот мы уже вот так вот близко уже вот друг друга общаемся и знаем. И наверняка где-то внутри, в душе тоже болеете за них, да? Конечно, уже болеем. У нас есть свои как-то любимчики, за которых мы вот можем болеть. Вот тоже смотрим, как они выступают. Следим на протяжении нескольких лет, как участники выступают. А какие нюансы приходится учитывать? Вы сказали о них. Значит, нюансы приходится учитывать такие. Вот, например, в лыжной эстафете участвуют участники, бегут, кто-то бежит в национальной одежде, бегут все. Ну, кто-то бежит в теплой малице, а кто-то в облегченной. И здесь уже возникает вопрос, а почему они бегут в облегченной, а мы, допустим, в такой, в тяжелой одежде. Ну, то есть мы вот этот вопрос, допустим, решаем уже на судейской. Что по желанию, как вам нравится, так вы и выступаете. То есть мы на это не обращаем внимания судьи. Надежда Петровна, а можете вспомнить какие-то яркие моменты в вашей работе, которые наиболее запомнились вам? Был такой момент, вот тоже интересный очень, когда в тройном национальном прыжке под кисы некоторые спортсмены одевают кроссовки, чтобы было удобнее прыгать. Но это категорически запрещается. И, естественно, что сейчас мы сначала этого не знали, а потом уже мы вот как бы в процессе, кто-то подошел, сказал из самих же участников, а почему вот у них вот так. А не видно же? И получается так, что сейчас мы за этим всегда следим, чтобы этого не было. Потому что, естественно, что в кроссовках прыжок будет очень удобно прыгать, он будет, естественно, результат лучше. Поэтому вот за такими моментами мы следим. Надежда Петровна, но погодные условия не всегда хорошие. Вы-то сами как выдерживаете? Чем греетесь? Нет, мы ничем не греемся. Мы просто так как-то не мерзим. Получается, что мы всегда в работе. У нас теплые костюмы. И как-то даже вот не думая о том, что холодно или не холодно, ведь часто бывает, что погодные условия и 30, и за 30 были. И работали целый день. Ничего, нормально себя чувствовали. А как судите? Вот участники соревнований довольны вашим судейством? Часто ли разногласия какие-то возникают? Ну, вот у меня как бы никогда не было каких-то разногласий. В принципе, всегда все ровно, все четко по правилам. В соответствии с правилами, которые утверждены Федерацией по национальным видам спорта, мы с этими правилами ознакомливаем. И как бы уже придерживаемся их, чтобы не нарушались эти правила. Вот в этом году, например, начиная даже с прошлого года уже, мы всем объявили, что лыжи должны быть 160 сантиметров длина и 15 сантиметров ширина. И мы стараемся уже, чтобы четко это соблюдалось у всех. Потому что многие потом подходят и жалуются, а вот у них лыжи короче, а у нас вот длиннее. И чтобы как бы все были в равных условиях, мы вот уже это в положении четко. И на судейском объявляем, чтобы лыжи были вот такой именно длины. То есть вы это сами отмеряете, замеряете? Да, вот прямо буду с рулеткой в этом году и замерять. Надежда Петровна, что для вас эта работа и вообще, что для вас этот праздник? Вот для меня лично, это вот такой праздник, это вот праздник нашего города, это праздник для нас даже. Вот я с удовольствием всегда на эти соревнования прихожу и сужу, и прям с таким удовольствием мне все нравится. Мне нравится дух этого праздника. Это вот национальные песни там звучат, вот как-то вот поднимает вот настроение. Столько народу приходит на эти соревнования посмотреть. В этом году у нас обещают очень хорошая теплая погода, поэтому всех жителей мы приглашаем на эти соревнования. Приходите, болейте, очень будет интересно. Надежда Петровна, спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Я надеюсь, что мы с вами встретимся еще и завтра на спортивной площадке. Возможно, посещаемость этого мероприятия в этом году станет рекордной. Будет необычайно тепло, плюс-минус один, практически без ветра. Самое время гулять, смотреть, участвовать. Интересен ли праздник надымчанам? Узнаем из нашего еженедельного опроса. Очень интересно вообще. Народ собирается, гуляет, и местное население приезжает, и как-то интересно на них посмотреть. Они на нас смотрят, мы на них. То, что оленей можно гладить и кататься на них. Ну, то, что традиции не забывают. Посмотреть поближе, быть к северным, к северным традициям. Хоть я здесь и не так уж давно, 40 лет сегодня здесь нахожусь, но все равно. Вот олени, олени, да. А это местные жители, они это. Мы их должны уважать, потому что это их родина, их тундра, их местность. Мы просто узнаем культуру коренного населения, и это символ того, что русский народ признает все национальности, и не так, как в Америке с индейцами. У нас демократия, и у нас все хорошо. Интересно, тем более ребенок появился в семье, как бы показать. Хоть и маленький, но все равно интерес проявляет к тому, что что-то новое, необычное. И спорт, и отдых. Результаты соревнований по дартсу в зачет спартакиады среди работников общества «Газпром. Добыча на дым» оказались весьма интересными. Здесь есть явные лидеры, но к победе стремятся и те, кто раньше занимал нижние строчки в турнирной таблице. Кто вырвался вперед, знает Светлана Тусида. Твердая рука, железные нервы – это соревнования по дартсу. У 15 команд «Газпром. Добыча на дым» своя формула успеха в меткости. В одном едино, чтобы показать хороший результат, нужны ежедневные тренировки. А еще разбор полетов, как это делает команда управления «Ямала Наргогаз». Мы провели полнейший анализ. Мы дома работали, у себя на работе, кидали и на счет, и на тройки, и на двойки. Мы все кидали, все отсматривали, чистили свои броски. У Татьяны 400 очков, у ее коллег по 380 и 500. Надеются занять четвертую строчку в турнирной таблице. Стремление вырваться вперед демонстрирует команда строителей. Отличный результат – 660 очков показал Александр Федотов. Двум минутам перекура он предпочитает короткую передышку в дартсе. Это помогает сосредоточиться на работе и найти верные решения. Самое главное – вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, ставить цели, потом эти цели достигать, и все будет хорошо. Влюбленные в дартс игроки подчеркивают множество его плюсов. Психологическая устойчивость, концентрация внимания, ритмика. Считают, что все должно соединиться в одно мгновение точного броска. Борьба смажившая, потому что соперники очень сильные. Я восхищена вообще мастерством, если честно. Я действительно первый раз на таких соревнованиях и понимаю, что уровень очень высокий. Регулярные тренировки самостоятельно или под руководством тренера, мини-соревнования с коллегами, хотя бы раз в неделю. Конечно, нужно время и терпение. Тогда проявится впечатляющий эффект. Я считаю, что все-таки предсказуемый результат. Те, кто занимался, они заняли. У нас СКЗ, наверное, самый стабильный в этом виде. Спорт, команда самая стабильная. И вот видим, что мы очередной раз заняли первое место. Люди готовятся, люди занимаются, они нацелены на победу. Результат соответствует. Команда СКЗ оправдала статус чемпиона. У нее золото. Явные лидеры прошлых лет, МГПУ и ОВП, уступили другим игрокам. Серебро заслужила команда строителей. Бронзу, управление Ямала Наргогаз. Теперь у дартсменов есть два года, чтобы подготовиться к новой спартакиаде среди работников. Связана Тусида, Олег Зубко, телевидение общества «Газпромдобыча на дым». От спорта интеллектуального к физическому. Работники «Газпромдобыча на дым» состязались в боулинге. Такой подарок сделала профсоюзная организация «Центр» с сотрудником аппарата управления, которые принимали участие в игре «Узнать за 60 секунд». Надымские газовики в очередной раз доказали. Они самые активные, эмоциональные и спортивные. Все команды едины в одном. Даже отдыхать нужно спортивно. Это отдых. Здесь совсем, даже условных соревнований не будет. Мы просто будем катать шары, что называется. Мы прекрасно выступили в интеллектуальном соревновании. Я думаю, не менее потрясающие результаты продемонстрируем на поле спортивном. И это все события, о которых мы успели вам рассказать. Впереди прогноз погоды, а я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok